Голосование на избирательном участке номер 4213 идёт своим чередом. Здесь уже много лет для голосования используют автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней – КАИБы. Они уже стали привычными избирателями этого участка и значительно облегчают работу членам комиссии. К этим выборам количество КАИБов в России было удвоено. Сегодня по всей стране задействовано почти 13 тысяч таких устройств и ещё порядка тысячи комплексов для электронного голосования. Такими электронными урнами на участках, по оценке ЦИК, могут воспользоваться около трети избирателей страны. Ровно в 14.00 по московскому времени на участке 4213 завершился приём заявок для голосования на дому. Как определено законом, избирательный участок принимал такой вид заявлений с 8 марта 2018 года. Люди, которые по состоянию здоровья или по причине преклонного возраста не могут самостоятельно прийти в помещение для голосования, в любом случае должны реализовать возможность выразить свою гражданскую позицию и участвовать в выборах президента. Для этого на протяжении последних 10 дней комиссия принимала заявления от желающих проголосовать на дому. Заявления члены комиссии стали принимать с 8 марта 2018 года и по сегодняшний день до 14.00 часов. Всего принято было заявление 246. И сегодня ещё позвонили у нас, сейчас я скажу минутку, ещё три заявления подали. Заявление можно было подать по телефону в письменном виде или попросить родственников или знакомых донести это желание до участковой избирательной комиссии, которой приписан гражданин. Вооружившись бюллетенями переносной урны для голосования, члены избирательной комиссии выезжают к заявителям. Их в обязательном порядке сопровождает один из наблюдателей, заявленных на участок. Нину Даниловну Евтушенко, члены выездной группы избирательной комиссии 4213 застали за благоустройством полисадника. Ведь погода в Славянске-на-Кубани выдалась хоть и ветреная, но сухая и тёплая. А люди, привыкшие к труду, такую погоду пропустить не могут. Нина Даниловна считает, что голосование – это святая обязанность каждого. Как бывший работник сельского хозяйства, животновод, она рада тем изменениям, которые происходят в отрасли, и считает необходимо проголосовать за того кандидата, который, по её мнению, улучшит ситуацию насилия. Как вы обратились с заявлением, что будете на дому голосовать? Вы сами звонили или как-то? Нет, я квартальную пошла, потому что, ну просто для нас это уже проблема. Надо привести себя в порядок, одеться, пойти. А мы же привыкли уже тут ковыряться. Я говорю, я как-нибудь обойдусь, пусть приедут. Потому что оно недалеко, но уже возраст, уже до этого, уже 78-й год, уже тяжело это, тяжело. Но я беспокоилась. Всегда мы ходили. Нужно обязательно голосовать. Не только для нас лично, а и для результатов голосования, для страны, для края, для района, для города и для нас лично. Мария Климова, Георгий Калинин. Специальный выпуск выбора 2018.